Я знаю, где твоя дочь живет, понятно? Насрать мне, где деньги ты возьмешь, что хочешь, делай. Я твою дочь найду, понятно? У детского в садике дядя Гридин ее встретит. Деньги мои верни, б***ь. Как будет, звони. Добро пожаловать на самую добродушную и самую лучшую кухню, кухня шефа Гридина. Это ваше полюбившееся шоу, где мы готовим специально для вас всякие изысканные блюда по самым дешевым ценам. Сегодня у нас достаточно сложное блюдо. Сегодня у нас пицца. Пицца это древнее итальянское блюдо, которое еще готовили императоры Римской империи. И такое изысканное блюдо один я не могу готовить. Ну, трудно достаточно. Поэтому сегодня у меня мой подмастерье, которого зовут Джозеппе! Здравствуйте, шеф Гридин. Господи, Джозеппе. Извините, я все исправлю. Господи, Джозеппе, ну что ты? Ну уронил же ты, господи, помыть-то надо. Мать. Все, вставай. Вставай, вставай, Джозеппе. Все хорошо, шеф Гридин? Да. Если вы смотрели предыдущие выпуски нашей передачи, то вы должны помнить, что шеф Гридин за чистоту на кухне. Ну, а что приносит больше всего грязи на кухню? Ха, волосы, блин, конечно! Поэтому шеф Гридин пользуется старыми итальянскими традициями. Поэтому, Джозеппе, внеси шампунь. Все, уверен, что это хороший шампунь. Джозеппе, не напомни тебе, кто тебя подобрал на улицах Флоренции, когда ты торговал телом старым итальянским педофилом. Не напомни тебе, кто тебя в Россию принес. Если шеф Гридин говорит, что нужно лить на голову, значит, нужно лить на голову! Эй, Джозеппе! Ты у меня, Джозеппе, будешь телом торговать и в России, и на улицах Петербурга! Итак, пицца. Что нам нужно для приготовления этого замечательного блюда? Ну, во-первых, нам нужна основа для пиццы. Но основа для пиццы дорогая, а делать тесто не каждый из вас сумеет, а я не собираюсь показывать секреты Гридина. Поэтому нам подойдет обычный лаваш в магазине. Покупайте. Его нужно немножко, вот у меня тут есть образец, немножко намочить, чтобы тесто размякло, и мы смогли уже сами сделать все дело. То есть лаваш тут выступает не как основа уже изначально готовая. Мы сами должны сделать эту основу из этого лаваша. Намочили лаваш, и он стал уже такой у нас мягенький. Что делаем дальше? Вы миллион раз видели, как кто-то тесто у нас начинает... начинает его, блядь, скользит все. В общем, вам нужно его максимально сплющить, чтобы получилась большая вкусная пицца. Вот. В общем, Джозеппо сейчас это сделает, а мы к вам вернемся через некоторое время. Далее нам нужна томатная паста. Томатную пасту нужно покупать импортную. Не нужно дешевиться в этом плане, потому что томатная паста – это основа вашей пиццы. И нужно... Томатная паста хорошая, как раз сойдет для нашей пиццы. Далее. Для пиццы из морепродуктов нам нужен соус тартара. Но соуса тартара я не нашел, а нашел только сливочно-чесночный соус. Но я думаю, что, в принципе, это тоже нам вполне подойдет. Джозеппо уже закончил делать первую часть нашей замечательной пиццы, поэтому мы ее украшаем. Прямо наслаждение. Замечательно. Далее нам понадобится, раз уж мы начали делать пиццу рыбную, нам понадобится непосредственно молочный коктейль. Покупайте заранее уже готовый коктейль. Не нужно самому тут что-то делать. Это все делают непрофессионалы. Блядь. Очень-очень хороший коктейль у нас получился морской. Я думаю, что можно прямо вынимать и прямо складывать. Пицца у нас подойдет для многих блюд и для дня рождения. Пицца подойдет у нас и для вашей девушки, ну и, конечно же, для вашей мамы. Не забывайте. Поэтому складываем все. Соус, то, что выливается, это нормально. Пицца лучше зажарится. Так будет намного лучше. Поверьте моему поварскому опыту. Между прочим, я бывший фоуаром ресторана Ле де Флёр. Это во Франции, кстати говоря. Ой, вы посмотрите, посмотрите. Посмотрите, какая пицца. Настоящий итальянский изыск. Морепродукты. Конечно, портвейн бы очень соблазняет налить сюда портвейн. Ну нельзя. Ну нельзя наливать сюда портвейн. Поэтому приходится обходиться тем, что есть под рукой. Ну а мы к вам вернемся через некоторое время. Итак, основа для первой пиццы у нас готова. Пришло время готовить вторую пиццу. Итак, приступим. Для этого мне понадобится Джазеппе. Джазеппе, подойди сюда, мальчик мой. Джазеппе, приготовь эту пиццу сам, как я тебя учил. Значит, блядь, раскрываешь, берешь лаваш. Джазеппе, возьми лаваш! Пять секунд правила Джазеппе! Он взял лаваш. Отлично, Джазеппе, давай. Немножко лаваш мы смягчим, чтобы у нас получился хороший. Давай, Джазеппе, сам готовь. Я тебя, блядь, учил вроде как. Какой год уже? Подожди, Джазеппе. Это получится хороший. Пока Джазеппе делает основу для нашей второй пиццы, я хочу вам рассказать про некий секрет. Многие говорят, шеф Кузьма, но ведь пицца вроде как хорошее блюдо, достаточно трудное в приготовлении. Ну, купи нормальные продукты. Ну уж нет. Для приготовления второй пиццы нам хватит обычного сервелата. Между прочим, мы запрошены иметь европейский сервелат. Это сервелат самый настоящий из Европы, поэтому его тоже мы аккуратненько вскроем. Ох, блядь. К сожалению, сейчас в России нету, поэтому приходится импровизировать как можно. Вот, и я взял то, что попалось первую под руку. Сыр плавленый, вполне подойдет для наших целей. Вот, раскладывайте аккуратно. Главное, чтобы пицца, ну, чтобы она обжаривалась равномерно со всех сторон, и чтобы все-таки вы готовите, а не дурачитесь на кухне, не забывайте. Ну и, конечно, наши самые внимательные зрители никогда не забывают и о доедончике. Напомню вам, доедончик когда-нибудь спасет вашу жизнь. Продолжаем. Джазеппе, покажи, чему ты научился у шефа Гридина, как правильно масло-то надо лить на протой. Блядь, Джазеппе, не надо аккуратно, нужно по-нормальному лить масло. Что ты как баба, я не понимаю просто. У тебя будто, у тебя привычки не изменились, Джазеппе. Вот что мне с тобой делать, скажи, пожалуйста. Вот что мне с тобой делать? Шеф Гридин, почему вы меня ненавидите? Почему вы ко мне так относитесь? Джазеппе, послушай меня внимательно. Ты для меня как сын, и я, Джазеппе, очень ценю тебя, и ценю все, что я для тебя делаю. Понятно? Я твой друг, единственный Джазеппе в этой стране. Пойми меня. Поэтому учись так, как надо. А я профессионал, я знаю, как надо. Тащи наши пиццы, сейчас будем их на противень класть. Вот почти пицца наша готова. Можно ее уже засовывать в духовку и, собственно, печь. Шеф Гридин, вы неправильно делаете это там. Нужно между вот этими. Чё? Да. Все, нормас, почти готово. Главное, дорогие друзья, чтобы во время этого процесса у вас ничего не подгорело. В общем, осталось только включить духовочку нашу. Джазеппе, а почему плита-то, блядь, не включается? Все, 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 зафиксируйте. Все, зафиксировали. Осталось только приготовить. А градус какой мы вставляем? В 180 градусов вставьте, ничего не будет смело. Но это 210. Главное, чтобы было вкусно, дешево и быстро. А это Кухня Гридина вам может обеспечить. Вот знаешь, Джазеппе, вот готовим мы все это. И думаю я о грязи. Помню, в Америке я как-то жил. Жил с одним парнем. Его звали вроде как Фрэнк. Но у него много имен было. Он очень странный, многоличностный парень. Странный был парень. Эй! Можно потише? Я тут летсплей записываю. Йоу. Прости. Мы сейчас доснимаем и уйдем уже. Прости. Ооо, посмотрите, посмотрите на нашу итальянскую пиццу. Какая красивая. Ммм. Она почти готова. Ей нужно дать немножко остыть. И скоро можно будет подавать ее нашим гостям. Ну и как же обойтись без гвоздя программы? Рыбная пицца. Ммм. Настоящий сыр с грибами. Итальянские морепродукты. Настоящая паста. Ммм. Пахнет объедение. Добро пожаловать, добро пожаловать, шеф Кузьма Григин. К вашим услугам. Я его помощник. Джозеппе, один позор. Ой, какие молодые гости пришли к нам опять в ресторан. Вкусная пицца. Не обращайте внимания. Ешьте, ешьте. Джозеппе, неси вторую быстрее. Уйдут же клиенты. Ешьте, ешьте. Ммм, как вкусно. Настоящие салями. Вкус Италии. О, шеф Григин постарался в этот раз, чтобы приготовить для вас. Волос бывает, ничего страшного. Да. Вы, ребята, конечно, молодые. У вас, наверное, еще шахта стоит еще. Не, я как бы, блядь, тоже. У меня тоже все нормально там, как бы, без этого. Шеф Григин. Чтобы о нем не говорили, но у шефа Григина, вот, блядь, потому что у деда стояла Григина, и у бабушки Григиной тоже все стояло. Как вы знаете, шеф Григин специализируется на абсолютно всех видах кухни. Я умею готовить абсолютно все. И в следующем выпуске, как мы наберем 15 тысяч лайков, будут гамбургеры. Ну, а также пишите в комментариях впечатления об этом выпуске. И ставьте свои лайки, подписывайтесь.